Клиент Да дай чуть нюху тусить. Можешь сюда нам тот провести. Да тихо, я с поварихой говорю вам. Тут недалеко, 160 километров где-то Анкада. За бензин доплатим. Все-таки надо было отказаться. Да-да, мы сейчас уже выезжаем. Будем часа через три. Всего доброго. Верка, а сегодня у нас что, четверг? Да. Вот старый маразматик, чуть не забыл. У меня же сегодня запись к лору. Еле записался, Фим. Начинается. То есть ты меня не повезешь? Чего ты сказала? Повтори. Ты что, меня не повезешь? Я говорю, запись у меня сегодня к лору. Пап, ну я бы сама отвезла. Но ты же знаешь, как я на механике езжу. Так езжай на Сашкину. Еще лучше. У нее резина летняя. А я до лета новой записи к лору ждать буду. Вера, привет. Привет. Здрасьте, Виктор Павлович. Ефим Морисович. Здрасьте. Вера, я тут вещи принес, которые ты Жене вчера давала. Попросил вернуть. Андрюх, выручай. Отвези Веру. Куда там ей надо? Папа. Да без проблем. А может мы тебя в поликлинику подбросим? Чего-чего, не слышу. Езжайте, езжайте. Езжайте. Слушай, Вера, извини за вчерашнюю ситуацию на дне рождения Жени. Все как-то глупо получилось. Да уж. Я сегодня с ней поговорю. Тихо, сынок, слышишь? Сова пролетела. Вот зайка проскакал. Ты уже не зайц-осел какой-то. И вообще тебе не кажется, что с ребенком играть в поход еще рано? А мы и не в поход играем. А в индейцев. Я Валентин, острый ум, вождь. Это мой наследник. Эдгар сухой подгузник. А ты мать наследника. Александра, молочная река. Понятно. Тише, тише, мой хороший. Привет. Привет. Приветик. А ты чего с чемоданом? Да блин, меня вообще не достали. Там соседки в комнате постоянно курят. За стенки тусы какие-то. Буду дома жить. О, можно? Ну, ты на свою комнату даже не рассчитываешь? Мы в ней ремонт сделали под себя. Ну что, для тебя своя квартира есть? Мы ее в аренду сдаем на эти деньги. Оплачиваем коммуналку здесь. А еще мы в санузле ремонт сделали. Ванну поставили. Ой, ванну вы поставили для себя, что под гармоти. Мне вполне устраивала и душевая кабинка. Вообще-то, мы семья нам нужнее. То есть, ты мне предлагаешь в общагу вернуться? Хочешь, живи в гостиной? В гостиной? Мне нужно личное пространство. А, понятно. Так, Валю, палатку поставил. Вот тебе и личное пространство. Ну, посмотрим, кто в палатке будет жить. О, Вер, смотри, кафе. Давай зайдем. Надеюсь, здесь будет кофе. Я бы еще перепустил. Держи. Странно. Может, бензина нет? Полбака же было. Ты куда? Черт. Что? Бензин слили, сволочь. Черт. Черт. До ближайшей заправки десять километров, а заказчик в шести отсюда. Сейчас кого-нибудь поймаю. Проходи. Вещи пока вот здесь оставь. Не поняла. А что непонятного? Я тоже семью привела. Мой будущий законный муж как-никак. Нам тоже очень нужно жилье. Тетя Саша, дядя Варя. Лучше бы уж Валентий Николаевич. Представляю счастливое лицо Веры. Это же не зять, а мечта. Ну ладно, честь Саш. Кто бы говорил. Что она имеет в виду? Ты чего разделся? Я всегда так дома хожу. Тело дышит. Что? Здрасте. Село Константиново. Сколько? А сколько даете? Только у меня карта. Нет, братан. Карточки не люблю. Подержи. О, нормальдос. Там что с кайфом? А с кайфами надо просто довезите, пожалуйста. Как скажешь. Надо было ее в детстве на площадке забыть. Спокойно. Нельзя подавать виды, что нас это задевает. Притворить будто все нормально. Как? Начать ходить голой по дому? Саш, ты в своем уме? Простудиться хочешь? Вот как они вообще сошлись? Он же дебил. Не зря его из универа выгнали. Дорогая моя, это любовь. Это его тоже. Меня почему-то выбрало. Ты видел их рожи? Я тебе говорю, они долго не выдержат, а скоро свалят отсюда. Ага. Только я тоже так долго не протянул. Холодно. Ну потерпи чуть-чуть. Хочешь, я тебе носочки принесу? Мужик, дверь хлопни, закрыл плохо. Не-не, ручка сломалась. Ты форочку открой, с той стороны дернет. Месяц как тачку купил, уже сыпаться начала. Это как в том анекдоте, слышишь? Короче, батя наезжает на своего сына. Говорит, я эти ботинки 30 лет таскал, а ты их за два дня ушатал. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! А что у вас-то в багажнике? В багажнике? Ничего. Чего? Огнетушитель катался. А за тем знаком остановите, пожалуйста, мы выйдем. Вам с возу кобыли легче. Так зачем, не дам. Тормози, тормози. Ага, чтоб эти кабаны меня размотали и вас заодно. Я тебе кофе принесла, будешь? Ну, камон, я до пяти утра эту силу спать хочу. Ваш кадрище. Тихо, 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 тихо. Саша, почему он так орет? Может успокоишь ребенка? Делаю, что могу. А ты привыкай, если собираешься тут жить. Быстро они занервничали. Согласно исследованиям ученых, плач младенца провоцирует чувство вины, беспомощности, тревоги и раздражения. Да-да, я помню, как ты к маме сбежала однажды. Кстати, мамуля звонила, сказала Эдгар, поел и спит. Вроде оторвались. От кого оторвались? Что происходит? Кто в багажнике? Спокойно, мать, не паникуй. Сейчас, Алёха, посидим, я вас отвезу. Ключ отдал. Кто в багажнике у тебя? Ключ отдал. Так, тихо, я звоню в полицию. Да пошли, Юра. Стой! 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 Стоять! Черт, связи нет. Что делать? Надо багажник открыть, вдруг там человек задыхается. Андрей. Ну что, ворюги, приехали? Здравствуйте. Я так понимаю, это ваша коза. Правильно понимаешь. Вы, наверное, думаете, что это мы ее у вас украли. Вы ее моего отца за фальшивые бабки купили. Да вы что? Это вообще не наша машина. Нас на ней какой-то тип подвез. Он туда в лес побежал. Разберемся. Я хоть это снотворное нашла. Может, выпьешь, поспишь? Да ты лучше малому их дай. Походу, они его специально не успокаивают, чтобы нас выбесить. Слушай, сделай что-нибудь, Илья, свадьбу. Саша! Ну, что там? Прикинь, это не Эдгар плачет. Они колонку включили, чтобы нас выбесить. Чего ты ее не разбила? Есть идея получше. Худшее наказание для Саши и Вали — потерять деньги. Пусть их штрафуют за шум. Капец у вас семейка. Пойду в ванну прямую. Холодно. Давай. 15-й отдел полиции, старший сержант Петренко слушает. Здравствуйте. В пятой квартире уже десять часов подряд плачет ребенок. Я вам еще раз говорю, хозяин машины в лес убежал. Да, вон туда. О, а вот отец подъехал. Сейчас и разберемся. Если не вы — отпустим. Ну, а если вы — накажем. Бать, глянь. Этим ты козу продал. Бать, глянь. Этим ты козу продал. Он мне эти фантики подсунул. Точно он. Попался поразить. Да вы что, мужики, это какое-то недоразумение. Ну вы чё? А вот и улика. Дальше отпираться будем. Я вам объясняю, машина не наша. Ну чё, сдаем их ментам? Да я и без ментов их уработаю. Бежим. Э! Ну чё ты сидишь-то? Подожди. Чё? Тихо. Вроде оторвались. Надо везти дорогу и машину поймать. А куда идти-то? Туда. А мне кажется, что туда? Нет, мужик там. Кроме меня больше некому дверь открыть. Здрасьте. Здрасьте. Соседи жалуются, что у вас ребенок уже десять часов подряд плачет. Соседи? Зубки режутся, клыки. Очень мучаются. Вячеслав, я тебе сигнализирую, что у нас новые квартиросъемщики выбрасывают мусор из окна. Пойдем покажу. Мне нужно в пятую зайти. А чё в пятую? Балок чё учудил? Он ж так сегодня пенсию получил уже. Да нет, там ребенок плачет целыми днями. Соседи жалуются. Не-не-не, Вячеслав, ты сначала прими меры с этими новенькими, а потом уже иди. Вот. Глядя, я фото сделал. Вот ребенок. Передайте соседям, что уже успокоился. Мы ему капельки от зубов дали. А можно вашей уборной воспользоваться? Конечно, конечно. Черт. Ну здесь тоже не ловят. Аккуратно. Жуткое местечко. Ну какая-то дорога сюда точно вела. Осталось ее только найти. А-а-а-а! Ты жива, Вер? Да. Ты сама догадалась, или тебе твой придурок подсказал? Ты о чем? Я о полиции. Забирай своего дружка и валить в общагу. И вообще, это моя кружка. На ней написано, что она твоя. А, точно. Твоя? Ну ладно, держи. Ты совсем офигела? Да, сынок, если две женщины на кухне, быть беде. Пойдем отсюда. Подожди. Давай еще раз посади меня и еще раз попробуй. Чтоб ты еще раз упала. Не надо, Вера. Помогите! Помогите нам! Эй, кто-нибудь! Тю-ю-ю! Опять вы. Это как в том анекдоте. Волк в яму упал, к нему заяц подбегает и говорит… Может, поможете нам, а? Вы меня ментам сдать хотели. Мы вам заплатим. Чем? Вы мне последнюю пятихатку отдали, я видел. Слушай, я тебя на карту переведу. Помоги вылезти. Я карточки не люблю. Мне наличка нужна. Подожди! Подождите! Подождите, у меня сережки есть, золотые. Ну, кидай. Ну и что? Ты же здесь такие стоишь. А меня из-за вас тачку и козу отжали. Я пошел. Подождите, не бросайте нас! Стой! Подождите! Да ёлка, Павлович. Ну, правда, я не хотел вас бить. Просто вы с пистолетом на унитазе. Я вообще подумал, что мне это все снится. Ну, не вы мне снитесь, а... Интересно, что вы напишите в протоколе. Я сидела на унитазе, а в этот момент... Я не буду составлять протокол. Я просто отвезу его в военкомат и все. Так, я вас проверил. С учебы вас отчислили. Повесточку получали? Ну так собирайтесь. Поедем в военкомат, там вас научат. Пистолетов не боятся. Так, стоп. Вы не имеете права его забирать. Юлия Дмитриевна жена Кирилла Эдуардовича. Она в положении через шесть месяцев рожать. Соответственно, Кирилл Эдуардович имеет право на отсрочку, как единственный кормильец. А она ему официальная жена? Нет. Но согласно разъяснению Верховного суда, гражданин, имеющий на еждевене несостоящую с ним в официальном браке беременную женщину, также имеет право на отсрочку. Ладно, ладно. Не буду я его забирать. Сообщу в военкомат. Пусть сами разбираются. До свидания. До свидания. Тебе лучше где-то отсидеться. Не здесь. Так у меня же отсрочка. Придорок, а у тебя что, жена беременная? Беги отсюда. Спасибо. Живите. Мы как-нибудь у Кирилла перекантуемся. Ну вы это, извините еще раз, что обознались. Да ничего страшного, бывает. А может к нам поедем? Посидим, в баньку сходим. А то как-то не по-человечески получилось. Гаврика-то завезем по дороге в полицию. Нет, нет, спасибо. Нам еще в Турт отвезти. Ладно. Счастливого пути. До свидания. До свидания. Женька написала. Просит ее с родителями в Волгоград отвезти. Бабушке плохо. В реанимации. Алло, Дамар Адавидач, как дела у вас? Здравствуйте, Вера. У меня для вас новость. Хорошая, наверное. Я смог продать кафе. Так что оно теперь не под арестом. Думаю, вы снова сможете работать. Свяжитесь с новым владельцем. А кто покупатель? Не знаю. Какая-то женщина. Мой юрист по доверенности занимался. Хорошо, да. Спасибо, что сообщили. Всего доброго, Вера. Всего доброго. Пердых под дых, копченый дятел. Мать моя, человек. Кто только не был владельцем моей кондитерской. Первым стал Андрей. Держи. Это ключ от твоей пекарни. Потом ею временно завладела Люба, бывшая жена Андрея. Верочка, здравствуй. Вот это встреча, да? Ну, надо же, как теснир. Прямо как этот буфет. А затем ее перекупил криминальный авторитет Марат Давидович. В общем, Вера Викторовна, мы с вами сработаемся. В результате чего мы решились в кондитерской. Но нынешний владелец хуже сущего дьявола. Боюсь, с Надей мы не сойдемся ни характером, ни вкусом, ни розочками. Ты зачем выбросила? Красивый же какой! Пап, мусор вынеси. Господи, Верочка, испугала меня. Исхудала ты как? Бледная какая-то. А или это свет только падает? Ну, вообще-то надо за собой следить. Ты как вообще? Нормально. Я хотела поговорить насчет помещения. А, извини, пожалуйста, мне некогда. Я к косметологу тороплюсь, потом поговорим. Привет, доченька. Мам, слушай, я сегодня к тебе заеду. Можешь мою джинсовую рубашку найти, пожалуйста? А, хорошо. Ты как вообще? Да, все супер. Кирилл клевые родители. Мне здесь нравится. А ты уверена, что это удобно у них жить? Вы с Кириллом совсем недавно встречаетесь. Они чужие люди. Может, все-таки вернешься? Я перееду в гостиную, тебе отдам спальню свою. Мам, ты мне все нравится, правда. Все хорошо. Юль, идем завтракать? Спасибо, бегу. Все, мне пора. Мам, Кирилл готовят офигенные сырники. Никогда такие не ел. Подожди, подожди. Юль, ну, все-таки это как-то неправильно. Я даже с ним не знакома. Ну, давай мы тогда все вместе к тебе сегодня на обед заедем. М? Ну, хорошо. Здравствуйте, Виктор Павлович. Доброго дня, Надежда Семеновна. У вас на ноги из пакета что-то капает. Вот дятел копченый. А чем вообще родители Кирилла занимаются? Ну, кроме того, что воспитывают тупого ребенка. Ну, Юля сказала, что отец какой-то спортсмен. А у мамы салон красоты. Да, и самые офигенные сырники на свете. Это Юля так сказала. При том, что она даже не любит сырники, если что. А я, между прочим, добавляю натуральную ваниль. Я протираю творог, чтобы комочков не было. И жарю на кокосовом масле. Ну, тихо-тихо. Дыши глубоко. И повторяю, у меня самые лучшие сырники. Самые лучшие сырники. Пап, ты что такой нарядом? И надушился моими духами. Дела у меня, может. В пенсионный фонд иду. Вера, давай-ка мусор вынести надо. Ты же утром выносил. И что теперь? Не выносить? Жить, как свиньи. Ой, привет, мам. Добрый день. Привет, мам. Здрасте. Так, знакомься. Это родители Кирилла, Настя, Эдик. Приятно познакомиться. Родители? Вы что, в яслях поженились? Ну, практически. У нас просто Кирюха очень рано появился. Ну, там нам буквально было, не знаю, по 14 лет. Ладно, молодежь и Вера. Мне пора. Пока, дедуль. У вас одинаковые толстовки. Да, мы вчера в магазин зашли, сразу скупили. У нас вообще один вкус. Отличненько. Ну, проходите. Прошу, Настюш, давай. Прекрасно. Спасибо. Алло. Стрижка, вкладка, как всегда, в четыре. Хорошо. Спасибо. Ой, Надежда, снова вы. Вы что, преследуете меня? Да. Это же я два раза в день мусор выношу. Я просто люблю чистоту. Я тут давеча проходил мимо вашей машины и заметил, что антифриз у вас подтекает. Да? Да. Что ж вы не следите за техническим состоянием своего авто? Ведь это очень важно. Ну, она же вроде новая. Я даже не думала. Женщина об этом никогда не думает. Дверь у вас отвалится, вы даже не заметите. Шутку смешную слышал тут по радио. Женщина за рулем, как бешеная собака в курятнике. Ничего хорошего не жди. Я тоже недавно шутку слышала. Мужчина за рулем, как старый тупой сексист. Смотри, какой мемчик. Смотри. Ты понял, да? Сейчас скину. Вера очень вкусные баклажаны. Спасибо. Да, очень вкусно, Вера. Спасибо. Ну, наверное, не настолько вкусно, как вы готовите. Юля мне рассказывала, что у вас какие-то невероятные сырники. Какой-то особенный рецепт. Ничего особенного. Я покупаю замороженные и просто жарю их. Ну, и правда, очень вкусно. Ну, за встречу. Давай, правильно. Тинь-тинь. Эдик, о чем вы занимаетесь? Юля рассказывала, что вы спортсмен. Я киберспортсмен. Ну, я чемпион СНГ 2015 года ПКС. Ну, это такая компьютерная игра, Counter-Strike. А. А. Да. Ну, я уже сейчас не участвую в чемпионатах. Я так больше тренирую учеников. Понятно. А у вас, Анастасия, салон красоты? Да. Я косметолог. Ну, как салон. Мамка мой велик с балкона вынесла. И там клиентов принимает. Ну, у меня пока лицензии нет. Я сейчас выучусь, получу и сниму помещение под салон. Ну, как ты, мам? Ты же тоже так начинала дома. Вот. Я хочу у Насте губы сделать. Губы? Давай об этом потом поговорим, когда Анастасия получит лицензию. Не, ну, все-таки хорошо, что наши дети сошлись, да? Нет, ну вы только посмотрите, на какие они красавцы. Прям вот. О! Вы, кстати, давайте там со своими детьми тоже не откладывайте, да? Потому что я дедом хочу стать в 3-4. Мне кажется, это очень прикольно. Честно говоря, не соглашусь с вами. По-моему, еще рановато. По нашим меркам они вообще-то даже уж подзадержались. А я вам не рассказывал, что ли? Ну, мы же были вот это на программе «Большая стирка». Помните такая была? Да. Малахов. Вот, да. И у нас сюжет назывался «Беременна в 14». Это вообще просто пушка-бомба. Нет, пап, не надо. Да мы с Юлей это уже видели сто раз. Нет, ну вы-то с Юлей видели, а ребят не видели. Ладно, нет так ни от чего. Просто тухло сидим. Хотелось как-то атмосферу зарядить. А может, в игру сыграем? Мы недавно купили, с собой захватили. О, какая! Про действия. Ну, это как, правда и действия? Блин, круто, крутая идея. Мам, давай сыграем, будет весело. Ну, понятно, весело. Это у нас не про маму. Ну, почему же? Я как раз хотела сказать, ну, отличная идея. Давайте сыграем, да? Сколько у вас было половых партнеров? Ну, что за вопросы такие? Это что вообще за игра? Мы купили ее в музее эротики в Пскове. Там вопросы с перчинкой. Это же глупость какая-то. Ой, мама в своем репертуаре. Ладно, давайте дома-то играем. Ну, почему дома? Ну, глупые игры тоже могут быть забавными. Ну, отвечай, Саша. Ну, два. Ты же четыре раза была замужем. Четыре. Так, нет, давайте играть честно. А я согласна. Так. В каком самом необычном месте вы занимались любовью? Мои вопросы. Музей эротики в Пскове. Два раза. Так, Вера, твоя очередь. Выйти на улицу, обнять и поцеловать первого попавшегося человека. Не, ну это странно как-то. Да это вообще изи-катка. Что-то делает легкотняжим. Мам, ну не порть игру. Давай. Ярочка, опять вы? Я опять спешу. Ярочка, опять вы. Ярочка, опять вы. Ярочка, опять вы. Не занимаюсь. У меня новые увлечения. Я сейчас покажу. Вот. Я неделю делала. Нравится? Да. Очень. Дарю. Спасибо. Главное, договор давайте подпишем. Не переживай. Я на массаж побежала. Вы своим корытом мою машину заблокировали. Да там места полно. Танк проедет. Да я повозку твою сейчас протараню. Убирай давай. А ты, женщина, все хотят кого-то протаранить. Вот поэтому я и говорю, что вас нельзя на дорогу выпускать. Чего? Да я лучше тебя машину вожу. Пень ты моржовый. Да у меня права были. Когда-то еще колготы свои не умела надевать. Может, проверим тогда, а? Или боишься? Проверим. Вот так. 96, 97, 98, 99, 100! Блин, круто. Они до ста дотянули. Особенно, если учитывать, что в задании было до 30. Ладно, Саша, давай ты снова. Позвонить своему парню, в скобках мужу, предложить попробовать секс втроем. Может, уже закончим? Ну, почему? Я люблю троллить Валю. Привет, Сашуль. Валя, привет. Слушай, я тут подумала, не хочешь разнообразить нашу семейную жизнь? Может быть, попробуем секс втроем? Я, ты и этот очкастый из вашей команды. Что скажешь? Скажу, что ты на громкой связи. Тут мама и папа. А, всем привет. Сашенька, мы Эдгару дали чернослив попробовать. Ему понравилось. А, отлично. Это просто разнообразие. Да пофиг, я все равно не нравлюсь маме Вале. Ладно, потеря. О, Жара. Да ладно, чего так? Как-то надоело играть. Давайте лучше чай попьем. Значит так. Едем до пересечения Ленинска и Кирова. Кто первый приехал, тот победил. Фима, едешь со мной. Ты же не хочешь пыль глотать? Ну и зверь у нее. Походу, палчатый приговорен. Все-таки мы будем пыль глотать. Ты меня не каркай тут. И вообще выходи отсюда. Ты жирный. В машине тяжело будет. И несчастливый. Да пожалуйста. Шапокляр. 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 Это что-то невероятное. Это потрясающе вкусный тортик. Да, это правда. Просто нереально. Спасибо. Ну, раз вы все разнакомились, я хочу сказать кое-что важное. В общем, я беременна. Что, Юля? Как? Я пошел зима. Это последнее задание. Ну, это круто. Видели бы вы свои лица. Огонь, просто огонь. Ну, вот просто молодец. Ну, отлично же поиграли, да? Да, да и вообще, я очень рад, что встретились, познакомились. А то, ну, мы как-то даже уже начали волноваться, что у вас тут такая, ну, такая там... Какая? Ну, неблагополучная семья. Неблагополучная? А с чего это вдруг? Вер, ты извини, он просто неправильно выразился. Да. Просто нам было непонятно, почему Юля ушла из дома. А в ее комнате сейчас живет Саша с ребенком, с мужем. Ну, Юля рассказывала, что уже не первый раз уходит из дома, и у вас конфликты случаются. А у вас с сыном разногласий не бывает? Абсолютно никаких. Мы живем с ним вообще душа в душу, как лучшие друзья. Существуем на одной волне. И это в очередной раз доказывает, что детей нужно заводить пораньше. Да-да. 14. Как цыгане? Мам, не позорь меня? То есть люди с большой разницей тебя не смущают? А я позорю. Интересно. Стирки. Что? Это была большая стирка. А, извините. Зато они как счастливая семья. И я завидую Кириллу, что у него такие родители, потому что они, блин, как друзья. Не, ну вообще это частенько раздражает. Ну, вы реально перебарщиваете. И, кстати, когда мама одевается, как моя девушка, это немного странно. Вот. Даже он понимает все. Родители должны быть родителями. То есть родители должны быть такими правильными, скучными, жить в несвободе, во лжи, потом разводиться и делать своих детей несчастными. Да что вы несете? Что вы вообще про нас знаете? Юля, я не хочу, чтобы ты с ними жила. Я не хочу жить с тобой. Ладно, мне кажется, нам пора домой. Да? Но сначала извинитесь перед Верой. Чего? Твоя мама нас приняла. Это ее дом. Они, как всегда, все испортили. Нам извиняться не за что. Ты давай-ка собирайся, дома поговорим. Я никуда не пойду. Ну и оставайся. Он все равно через день отсюда сбежит. До свидания. То есть вы вдвоем тут устроили гонки? Форсаж 180, подмосковный дрифт. Виндизель тоже не тот. Да. А я все равно выиграл. С дуба рухнул. Мы даже до финиша не доехали. Это ты не доехала. Вон моя дверь. Уже давно финиш твой перескочила. Я выиграл. А это не считается. И из-за тебя авария случилась. Ничего не знаю. Я выиграл. А я им скажу, что ты пиво пил. Они тебя проверят и права отберут. Бокальчик пива. Да оно уже давно выветрилось. С твоим старческим метаболизмом оно через неделю выветрится. Или рискнешь? Проверим. Ладно. Ладно. Нахрена ты только вернулась? Да чтобы вам не скучно было. Да, Лера, привет. Привет. Вы уже доехали? Да, все нормально, уже на месте. Как день провела? Как обычно. Как Женина бабушка? Пока в реанимации. Лера, я очень скучаю. Как только получится, я сразу же ей все расскажу. И вернусь. Хорошо. Андрюш, пойдем ужинать? Да, сейчас приду. И мне пора. Пока. Я хотел еще раз извиниться за своих родителей. Перестань. За родителей они не извиняются. Ну, спасибо, что ты поддержал меня сегодня. Ты меня удивил. На этот раз в хорошем смысле. А можно я даем эти помидоры? Очень вкусные. Конечно. Только это хорьма. Напоминаю, что победитель шоу «Лучший кондитер России» получит 3 миллиона рублей. И, может быть, я его даже похвалю. Но, хотя это не точно. А еще. Лучший кондитер должен уметь взбивать белки. Как раньше. Когда вместо планетарного миксера с пятью насадками была обычная рука. Юля, если твоя мама выиграет 3 миллиона, она сможет у него жить не один? Давайте. Давайте. Не беруньте. Хочу, чтобы ты встречалась с миллионером. На вас смотрят миллионы наших телезрителей. Действие временной подписки на мои шутки окончено. Если вы хотите получать шутки в полном объеме, то нужно снова жить вместе. Да ты что, правда, что ли? Ну да. А то как-то неприкольно получается. Начинал встречаться с тобой, живу теперь с твоим дедом. Стоп! Перестаем теребить миску. Сейчас мы узнаем, кто лучше всех хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо поработал рукой. Посмотрим, помогли ли ему ежедневные тренировки. А сейчас возьмите миски в руки, поднимите над головой и на счет 3 примите освежающие душ. Давайте все вместе. Раз! Раз! Два! Три! Три! И у нас два! А нет, у нас один победитель, и это Вера Пирогова. Можете опустить миски. Вера, надеюсь, вы туда строительный клей не добавляли? Если добавить щепотку соли, прекрасно стабилизирует завело. А если... Вообще, хороший кондитер не раскрывает свои секреты. В этом состязании побеждает Вера Пирогова. А мы прервемся на рекламу. Вера Пирогова. Хватит меня преследовать, у меня муж ФСБшник. А с каких ты пор Валя стал ФСБшником? Или у тебя новый муж? Даня? Для следующего этапа участникам нужно поделиться на две команды. А право выбрать себе верных бойцов получает Вера Пирогова. Вера, подойдите. Вы должны назвать тех кондитеров, с которыми бы вам не хотелось работать рука об руку. Ну или хотите, я сам наберу вам команду. Вера, выбирай! Давай, выбирай! Ну? Ну, выбери уже, Вера! Ну, и? Пусть это будет Зинаида. Зинаида, прошу сюда. А почему вот вы считаете, что с Зинаидой вам не по пути? Просто это мой выбор. Ну, на чем ты же у нас нова? Зинаиде было бы полезно знать, над чем ей стоит поработать. Правда? Зинаиде было бы полезно. Нет, Зинаида прекрасный кондитер, но... У нас эфир не резиновый. Ну, говорите уже. Ну, она, мне кажется, немного медлительна. Ну, вот, а вы боялись. Кто еще не подходит вашей Dream Team? Ева. Ева, пожалуйста, сюда. А что не так с Евой? Только не говорите, что она медлительная. Мне кажется, у нее мало опыта. Кто еще? Влад. Влад, прошу. Вообще неожиданно, неожиданно. Мне казалось, что вы с ним в прошлом коллеги. Да. Именно поэтому я знаю, что он не командный игрок. Ну, что ж, ваш выбор понятен. Но в нашем шоу, как и в жизни, не всегда получается так, как ты планировал. Влад, Ева, Зинаида, сегодня вам посчастливилось работать под началом вашего шефа-кондитера Веры Пироговой. Прошу любить и жаловать. Ты узнал, что Эдгард твой сын? И зачем ты тогда уехал? Думал, так будет лучше для вас. Зачем ты тогда приехал? Хочу увидеть сына. Ты разрушишь мою семью. Ты это понимаешь? Сейчас. Алло. Да, я и везу вашу пиццу. Я везу. Это временно. Просто нужны деньги, чтобы оплатить хостел. И ты еще хочешь видеться с Эдгаром. Ты какую-нибудь чесотку в этом хостеле подхватишь. А что тогда? Саша, все наладится. У меня будут деньги. А давай у тебя наладится все прямо сейчас. Я дам тебе денег, а ты от нас отстанешь. Саша, мы что, на поле чудес, что ли? Деньги или приз? Хочешь автомобиль? Запирай мою машину. Устроишься на нормальную работу. Встанешь на ноги и уезжай. Я тебя умоляю. Саша, подожди. Саша. Да. Да, я скоро буду. По итогам этого тура наше шоу покинет капитан проигравшей команды. А решать вашу судьбу сегодня будет заядлый сладкоежка, ценитель десертов, десятилетним стажем, сын известного фигуриста Антона Карасева Марк Карасев! Привет, Антон. Здравствуйте. Привет, Марк. Здравствуйте. Как тебе у нас? Круто. Особенно, когда участники облили себя кремом. Ну, думаю, это всем понравилось. Скажи, Марк, какой торт ты бы сегодня хотел попробовать? Ну, наверное, большой вкусный, с шоколадом, может, с фруктами какими-то и кремом, но не красным. Не люблю этот цвет. Да, но не красным. Ну, в принципе, все предельно ясно. У вас два часа, чтобы удивить Марка. Чей торт Марку больше всех понравится, та команда и победит. Ну, хочешь сказать мне? Начали. Только говори в ту камеру. Угу. Давай. Начали! Начали! Прежде всего, хочу извиниться за свои слова. Но вы слышали, ведущий меня вынудил так сказать. Конечно, слышали. Ну что, мир? Да. А предлагаю приготовить карамельную грушу. Я возьму за крем. Ева, с тебя карамель. Зинаида, с вас бисквит. Влад, а ты займись декором. Я предлагаю сделать что-то в синих тонах. М? Работаем? Вперед. Ева, как карамель? Все под контролем. А судя по запаху, совсем нет. Спасибо, тетя Вера. Я же такая неопытная. Зинаида, как бисквит? Стараюсь изо всех сил. Быстрее никак. Понятно. Влад, я так понимаю, ты не командный игрок, поэтому ничего делать не будешь. Бинго. Приветик. Сашуль, а ты почему опять не припарковалась под дубом? Это же идеальное место. Минимальное расстояние до подъезда. Удобно следить за машиной из окна. Валя, я не знала, как тебе сказать. Ее угнали. Ты поэтому такая грустная? В полицию заявление подала? Да, но ее вряд ли найдут. Ну, не грусти. Магомед, приветствую. Это Валентин. Нужна ваша помощь. Я не могу работать с этой командой. Ну, значит, вы плохой шеф и не можете организовать работу команды. Да и где вам сейчас другую найду? Да хоть в зрительном зале. У вас и с кондитером не очень получалось, а тут обычные люди. А я, пожалуй, рискну. Саша, у вас там в соседнем дворе кафе-бар открылся. Жду тебя там через час. Иначе я все сам расскажу Вале. Пожалуйста, давай поговорим нормально. В нашем шоу случился неожиданный поворот. Вера Пирогова не сработалась со своей командой. И поэтому она решила рискнуть и набрать команду прямо из зрительного зала. Надеюсь, вам повезет. И в зале окажется Олен Дюкас или Ринат Акзамов. Угу. Итак, кто хочет помочь Вере? Я вижу, у нас, кажется, есть добровольцы. Ну-ка, идите, идите сюда. Пожалуйста, представьтесь. Тирилл и Юля. И я Тирилл. Поздравляю, Юлия и Тирилла. Вы теперь в шоу «Лучший кондитер России». Да и, кстати, для приготовления торта у вас осталось чуть больше часа. Вы, конечно, можете продолжить так стоять, но в таком случае вы точно проиграете команде любителей. Так, все. Теперь Влад, капитан этой команды. А можно еще кипоточку, пожалуйста? Четвертый раз. Привет. Сыночек, я и твой папа. Можно? Извини, он не любит запах пиццы. Саша, зачем так, а? А ты зачем вернулся и испортил нам жизнь? Я все рассказала Вале. Он нас выгнал. Как? Так. Подожди, а как Валя тебя выгнала, если это... Это же ваша квартира. Дань, мы давно живем у Валиной мамы. Точнее, теперь уже жили. Ну, может быть, ты вернешься к Вере? Я не могу. Она там с Андреем. Папа еще, Фрида. Кирилл с Юлей. А я смотрю, ты капец как обрадовался свалившейся ответственности. Нет, ну, ко мне тоже не вариант. Я же не потащу вас в хостел. Ну, почему? Ты на нижней полке, мы с Эдгаром на верхней. Отлично. Так, Саша, подожди. Я что-нибудь придумаю. Да уж, пожалуйста. Да, мой маленький. Где здесь туалет? Мне сказали, вам больше не подливать кипяток. Ладно, я сама прощу. А ты посиди, пока я подумаю, где мы будем жить и на что. Или я вернусь к Вале и на коленях прошу прощения. А ты тогда больше не появляйся, если не хочешь, чтобы твой сын жил на улице. Кирилл, тесто слишком жидкое. Понял. Кирилл! Да ладно. Я сейчас воды добавлю. Нет! Кирилл, Кирилл, ну почему ты такой? Слушайте, не надо заморачиваться из-за пацаненка. Ему же главное, чтобы на вид круто было, а внутри хоть сухари с изюмом. Я когда в зале сидел, видел, как этот мелкий рубится в какие-то космические стрелялки. Реально сделать торт в виде космического корабля. Реально. Но коржи испечь мы уже не успеем. А вот приготовить красивую обертку успею. Ты один? Хорошо. Вот. В долг взял у всех, у кого смог. 81 тысяча. Забирай все и уезжай снова. и не лезь к Саше и Вале. И зачем они мне? Джинсы купишь или велосипед. Откуда мне знать, что тебе нужно? Да ничего мне не нужно. Думал, хоть у одной моей дочери личной жизни будет все хорошо. Оставь их, а? Саша! Вон. Валя Сашу из квартиры выгнал. Как? Вот так. Сашка, Валя Натой совсем обнаглел. Из нашей же квартиры тебя выгнал. Попытитесь с Эдгаром домой. Мне с Даней надо поговорить. На сберкнижку верну. Привет. Привет. Нужно, чтобы коптер прилетел в нужное время, в нужное место. Поможешь? Нет. А так? Ну ладно. Вау! 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 Саша, ты пойми, мне не нужна ни твоя машина, ни деньги твоего отца. Я просто хочу общаться с сыном. Я тоже хочу. И с мужем. И ты в эту идеальную картину мира не вписываешься. Но я имею полное право с ним видеться. Ты знаешь, сколько раз я жалел, что я ушел. Что не видел, как он рос. Пополз в первый раз. Я хочу увидеть, как он пойдет в детский сад. В школу. Если ты так настаиваешь, я дам тебе шанс. Только машину мою верни. Погнали. Не, ну как так-то? Паля меня убьет. Там дорогущее детское кресло. Все документы на машину. Что это такое? Прям невезение какое-то, а? А ты не заметил, что тебе все время не везет? Ты хронический неудачник. Саша, ты сейчас не права. Ты за два часа машину потерял. Как тебе ребенку можно доверить? Будешь видеться с ребенком, когда вернешь мне деньги за машину. Ладно, я переборщила. Давай потом поговорим. Я тебе позвоню. Иди уже. Когда позвонишь? Молодой человек. У вас оплата карты не прошла. У тебя оплата карты не прошла. Иди оплати. А вот и угонщик моей машины. Как ты ее нашел? Старый дедовский способ. Оставляешь телефон в багажнике, по биллингу телефона находишь машину. А ты что здесь? От гордома? Да, дом. Поехали быстрее. Ну, поехали. Только надо вернуть Дане его рюкзак с документами. Он в машине. А, вот и Даня. Ну, приветик. Приветик. Нам, видимо, нужно кое-что обсудить, да? Дане, не надо. Что не надо? Рассказывает, что он биологический отец моего сына? Я тоже делал тест. Ну, да. Я хочу видеться со своим сыном. Ну, тогда запоминай, что делать. Найди себе женщину, женись на ней, она родит тебе сына, и тогда видься с ним сколько хочешь. А в нашу семью не лезь. Поваренок. Садись в машину. Ладно. Тогда увидимся в суде. Ну что, Марк, ты готов как следует подкрепиться? Да. Самое главное, не бойся этих дядек и тетек. Говори как есть. И выбери себе торт, который понравился тебе больше всего. Поднять клоши. Марк, это, это новое слово в кулинарии. Это невидимый торт. Всем отойти на два метра. Сейчас здесь приземлится НЛТ. Неопознанный летающий торт. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вау, прям как в космических уничтожителях. А хочешь попробовать планету? Юпитер. Со сливочной помадкой. А, я надеюсь, кабина не менее вкусная? Попробуй ее. Да нет, зачем портить? Домой заберу. Это против правил. Так что я сейчас отрежу тебе кусочек. Наверное, надо быть очень умным, чтобы уметь управлять такой штукой. Ну... По непредвиденным обстоятельствам и из-за тупости отдельных сотрудников определить победителей сегодня не удалось. Поэтому в следующий тур проходят все кондитеры. Ну, конечно, кроме людей из зала. На этом все. Увидимся через неделю. А тем, кто будет смотреть весь сезон по интернету, увидимся через пару секунд. Доброе утро. У тебя сегодня съемки. Удачи. Набери меня потом. Кстати, завтра я собираюсь выезжать домой. И заодно Жене все расскажу. Целую. Пока. Алло. Жень. Привет, Вер. Привет. Я хотела с Андреем поговорить по поводу поставок десертов в вашу студию. А, позвини попозже, он сейчас души. А, хорошо. Ладно, пока. Пока. Че, мам, тебе помочь чем-нибудь? Да. Возьми крем из холодильника и наполни мешки с насадками. Ну, я так-то для приличия спросила. Ну, ладно. Алло, пап, ну ты скоро? А я ищу на рынке. Одна нога здесь, другая нога тут. Лучшая клубника в городе. Неделю назад, может, она и была лучшей? А я ему еще сказал салям алеку. Думал, как своему хорошую положить. Мам, я там капкейки уронила, но через три секунды, понимала, может, не считается. Ну, вот, парочка помялась. Я в порядке. А вот гирлянды нет. Где мне такое купить? Доченька, клубника у меня есть. Мам, мне что с этими делать? Капкейками, в общем, я просто не умею. Дед, мне надо Кирилла помочь, чтобы он получил. Господи, как же я скучала по этому дурдому. Мам, мне надо Кирилла помочь, чтобы он получил. Нет, мы у Валеных родственников на даче. Под Тулой. Понял, ладно, слушай, как вернетесь, дай знать. Да, хорошо. Но мы не скоро. Пока. Пока. Здравствуйте, приехали. В гости? Хотел в гости. И судя по святырочку, Сашка на тебя Фриду натравила? А я думал, вы на даче. Чтобы на дачу поехать, она должна хотя бы быть. Зачем обманывать? Опять обмануть? Или прямо сказать, что не хочу тебя здесь видеть? Так я не к тебе, я к сыну своему. Хотел взять Эдгара на часик, познакомить с мамой. А у нас тут где-то вывеска «Дети напрокат»? Ни на часик, ни на полчасика. Эдгара ты никуда не возьмешь, все. Слушай, слушай, я по-хорошему пришел, попросил, да? Да-да, а теперь по-хорошему иди. Расскажешь, хорошо. Значит, встретимся в студии. Вершиков, привет. Здравствуйте. Как открытие? Спасибо, потихоньку. Ну, что-то невесело у тебя. Без обид, открытия у тебя всегда были тухлые. Ой, да. Можно я к тебе на витрину поставлю свои шкатулки? Посмотри, какие они красивые. Вдруг кто-то захочет их купить. Да. Десять процентов от продаж твои. Спасибо тебе, дорогая. Так, я их сейчас поставлю на витрину. Поставлю. День добрый. Ты почему на мои телефонные звонки не отвечаешь? Не хочу. А что ты здесь забыл? Свои четыре миллиона, которые ты у меня украла. И правильно сделала. Нечего было изменять мне со своими шалашовками. И покинь мое помещение. Ну, если оно куплено за мои деньги, значит, оно мое. Здесь из твоего только вонь, которую ты с собой принес. Я прошу прощения, что вмешиваюсь, но вы мне так всех гостей распругаете. Извините. Я этого так не оставлю. Скотина. Надя. Давай ложечку. Саш, процесс кормления должен быть увлекательным. Эдгар любит потешки. Он помогает ему настроиться на прием пищи и запомнит название предметов. Это ложка, это чашка. В чашке для Эдгара кашка. Ложка в чашке взяла кашку. Ну-ка, ротик нараспашку. Вот видишь, просил же выучить. Я же не зря их сочиняю. Кстати, можно сборник издать. Ага, Валь, еще пеленки со своим мерчем не забудь. Кстати, пока тебя не было, Даня приходил. Хотел Эдгара на час забрать, познакомиться со своей мамой. Судя по тому, что Эдгар дома, ты вежливо отказала, да? Да, но не очень вежливо. Он снова сказал, что хочет подать в суд. Да плохо, Саша. Согласно 66-й статье СК РФ, родители, проживающие отдельно от ребенка, имеют право на общение с ним. Суд может принять решение, что биологический отец может навещать ребенка. Например, через день, с утра до обеда. Затем и вовсе забирать на выходные дважды в месяц. Что с дурацкие законы? Вот что теперь делать? Ну, я тоже против того, чтобы отдавать Эдгара. Пусть приходят со своей мамой в гости. Познакомятся и уйдут. Да? Даня, я была не права. Приходите с мамой к нам, познакомишь ее с Эдгаром. Ну окей, давайте к вам, так к вам. Только, Саша, у меня просьба, чтобы Вали не было дома. Просто для мамы это будет как-то неловко, неприятно, но сама понимаешь. Саша, соглашайся. Лучше один раз так, чем он в суд подаст. Ладно, приходите. Ну все, тогда до встречи. Вера, можно? Да. На, Надежда ушла. Ты прости, пожалуйста, что все при тебе приходится уяснять. На эмоциях. Не каждый день тебя грабят. Это ваше личное дело? Да, личное. Ну, помещение это куплено за мои деньги. А твое кафе находится в нем. Так что у меня есть к тебе деловое предложение. Какое? Ты можешь Надю уговорить, чтобы она продала тебе это помещение. У меня в банке есть знакомый, он тебе по низкой ставке кредит оформит. Ты выкупаешь, я забираю свои деньги у меня. Ну, а ты на выгодных условиях выплачиваешь кредит банку и выкупаешь свое, собственно, помещение. Виктор, простите, но давайте вы как-то сами. Я не хочу в это вмешиваться. Вера, ну я же как-то по-хорошему, по-дружески. Я же все равно от вас не отстану. Я подключу все свои связи, и у вас отсюда все равно выдаются. Витя, ты скоро? Подожди меня в машине. Я к врачу опаздываю. Давай быстрее. Это сестра моя. Она тоже на эмоциях. Она очень сильно больна. Да, мы были вынуждены продать родительскую квартиру. Хотели оплатить лечение в Израиле. Но Надя... Надя своровала их. Прости. Прости. Просто если что-то случится с моей сестрой, я уничтожу Надю и ваше кафе. Это мой телефон новый. Если надумаешь, то звони. Я жду. Пока. Вера Викторовна, приветствую. Привет. Я вам не помешаю тут? Как раз вовремя. Нужен совет. Привет. А вот и мы. Здравствуйте. Проходите. Так, знакомьтесь. Это мой дедушка Айдар. Моя мама Динара и Саша. Молодец, Даня. Красавица она. Здравствуйте. Ну, наконец-то мы познакомились. А то Данька все тянул, тянул. А где наследник наш, красавец? Эдгар, пока спит, скоро проснется. Проходите пока на кухню, я вас чаем угощу. Нет, не надо, не надо. Ага. Ты же говорил, мама одна будет. Да, я тоже так думал. Просто дедушка сегодня сказал, что хочет увидеть правнука. Как я откажу? Окей. Саша, погоди, мама в курсе нас с тобой. Но дедушка не знает, что ты замужем за Валя и что, в общем, не я воспитываю Эдгара. Так скажи ему. Я сказал, но немножко по-другому. Ну, типа мы с тобой женаты. И живем с тобой здесь. Вместе. Ты совсем сдурел, что ли? Саша, просто... Когда мой отец бросил вас с мамой, дедушка очень тяжело это перенес. А сейчас он совсем старый, сердце болит, ему просто нельзя расстраиваться. Ну, ты видишь, его в первый и последний раз. Завтра он возвращается в Казань, и все. Неужели просто трудно подыграть? А я обещаю больше вас с Валей не доставать. Ладно. Вот, Сашенька, гостиница наша. Чак-чак. Вот. Пищ-пищ-мак. Барсак. И компотики домашние. Ой, это ж мои любимые, да? Бери. Спасибо. Сейчас. А я тоже не с пустыми руками. Это цепочка. Не просто цепочка. А ее носят все невесты нашего рода. А теперь твоя очередь. Иди, чик-чири меняй свои. И кофта поменяй. Другой нет, что ли, нормальной? А ты присаживайся. Будем вместе поразговаривать. В общем, не знаю, что с ними делать. Я как между двух огней. Думаю, ничью сторону занимать не надо. Иначе окажетесь крайней. Вам нужно организовать для Надежды и Виктора что-то типа процедуры медиации. Что? Медиация — это урегулирование споров при участии нейтрального лица. Вам надо помочь им конструктивно пообщаться, чтобы они выслушали друг друга в правильной атмосфере. Да они не согласятся встретиться. Не, надо их предупреждать. Просто позовите их по отдельности в одно и то же время. А дальше, чтобы разговор получился конструктивным, вам надо создать уютную атмосферу. Купить хвойные благовония. Они успокаивают нервную систему. И красное вино. В нем мелатонин. Он улучшает эмоциональное состояние. Дальше нужно приглушить свет. Ну и для полной релаксации медитативная музыка. Не знаю. Мне кажется, это не сработает. Вера Викторовна, доверьтесь мне. Вы, главное, помогите все организовать, а я проведу. Какой красавец. На маленького Даню похож. А почему? Капюшончик не обрезали? Ну, мы... Это... Эф, все, рот, замолчи! А я так и знал, что ты ничего по обычаям не сделаешь. Колфак одевали? Что? Где колфак? Я так и знал. А поэтому специально привез. А сейчас мы это, так сказать, все справим. Таня, что за колфак? Что происходит? Не колфак, а колфак, Саша. Это наш национальный женский головной убор. В общем, его надевают невесты, когда там... Спасибо, Сири. Главный вопрос был, что происходит? Саша, я умоляю, просто подыграй. Это последняя просьба. А потом мы уедем. Очень скоро. Как же тебе, Идио? Рядом вставай. Рядом вставай. Поцелуем. И... Марацци. Надей и Виктор вот-вот придут. Валь. Валь. Веречка, как у тебя уютно? А что ты хотела? Я хотела... Я хотела спросить, а из чего вы делаете эти шкатулки? А люди спрашивают, а я ответить не могу. Из березы. Я еще заготовку потом лаком покрываю. И что-то приперся. Это я его пригласила. Давайте поговорим. Мне не о чем с ним говорить. Говорить-то не о чем, а возвращать ей что? Нет. Давайте, пожалуйста, присядем. Давайте присядем. Ну что, действительно, как не родные. Да, да. Пожалуйста, прошу вас. Надя, очень вас прошу, давайте присядем. Давайте я вам помогу, поухаживаю. Давайте мне шапочку вашу красивую. Ладно. Да что ж такое-то, а? Сколько раз говорю, рот закрывать надо. Это хвоя? Да. Ну что ты начинаешь? Я что, специально, что ли? Ты же знаешь, у меня аллергия на хвою. Да, извините, ради бога. Сейчас уберу. Спасибо. Давайте выдохнем. Настройся на добрый лад и поговорим. Прикрыл. Изначально надо было. Я предлагаю выпить по бокалу вина. Прошу вас. Давайте выпьем. Да, и еще один момент. Прошу сдать мобильный телефон, чтобы вас ничто не отвлекало. Благодарю вас. Я не знаю, что ты придумала, но раз уж я села. Благодарю. Спасибо. Ну. Все. А теперь все поедем Эдгару капюшончик обрезать. Компоты у Динары вкусные, но один минус есть. Динара про Владимира. Где? Какое еще близание? Это такая просто традиция у нас. Хватит мне разжевывать. Я не уточняю. Это возмущение, чтобы открыто тебя нахрен не посылать. Давай, Света, сворачивайте. Я не хочу больше в этом участвовать. Скажи своей семье, что у меня есть муж. Так, пошел из нашего дома. Вон. Ты зачем пришел? Мы же договорились. Аля. Вот именно, что мы договорились. Ты сказал, что просто познакомишь маму с Эдгаром, а вместо этого устроил черт знает что. Мало того, что пришел в наш дом, так еще напялил мою одежду, заставил жену участвовать в каком-то маскараде. Целуешь ее? Ты вообще охренел? Это что? Получается, его жена? Да. Получается, ты здесь не живешь? Нет. Это получается, ты? своего сына разрешил другому воспитывать? Так, да? Эх, ты даже хуже, чем твой отец. Зря я приехал. Динара, уйди кайтык. Я случайно дедушка, подожди. Я признаю, что, что вел себя совершенно по-скотски. Надя, ну, прости меня. Прости меня по-человечески. такого. Возможно, и я была не права. Во всяком случае, я вижу, что ты раскаялся. Витя, чего трубку не поднимаешь? Ты там подпер кого-то, иди машину переставь, он сигналит на весь двор. Так, ты сюда эту дрянь притащил. Это ты мне? Надя, зачем вы так? Вера, не лезь! Да, вы же тоже не правы, ему нужны были деньги для лечения сестры. Какие деньги? Какой сестры? Вера, это проститутка, с которой он мне изменял, он же обещал ей дениры поставить, шаболда. Так, Надя, ты язык за зубами держи, старуха. А ну пошли оба вон из моего кафе. На, Наденька, Наденька, пожалуйста. Надя, Наденька, ты что творишь-то, Ой, я думала, это пирожное. Наденька, так, нормально, давай, 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 давай. Ну что? Ну что делать? Надя, Надя, так, Надя, так, Надя, отойди от меня. А ничего, что я тебя вообще в сознание вернул? Да, уйдет. Чего? Так, пожалуйста, я очень... Знаешь что? Пожалуйста, покиньте кафе, пока вы не поубивали друг друга. Пожалуйста. Спасибо за все, но все равно я свои деньги верну. Ясно? Пожалуйста, покиньте кафе. Пошли. Пошли. Надя, ну как вы? И все-таки шкатулки с витрины надо убрать. Чего я тебе принес твою одежду? Твою я выкину. Это еще не все. Я нанял адвоката и подаю в суд. Ну привет, Вольский. Что? Откуда у него на тебя деньги? А я сделал ему скидку. 90% в центрах. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Капец. Алло, да? Вер, привет. Я в Москве уже подъехал к дому. Привет. А Женя? Женя поговорил. Она все нормально восприняла, как взрослый человек. Так что все хорошо. Ну, ладно. Завтра заедешь? Обязательно. Отосплюсь и сразу к тебе. Хорошо. Жду тебя. Вера, мы только вернулись в Москву, и Андрей меня сразу же бросил. Я не понимаю, почему все же было так хорошо. Я не знаю, что тут делать. Я очень рада, что сегодня, наконец-то, состоится открытие кафе. Третье открытие одного и того же кафе за два года. Но я с нетерпением жду наших клиентов. Хотя иногда они и бывают немного странными. Наслаждайтесь. И лимонад, пожалуйста. Пожалуйста. Пошли, Лимонад. Вы мне фофитроль не дали. Да. Не дали. Здравствуйте, извините. А к вам с животными можно? А, да, конечно, заходите. Хоть к вам можно. Да. Алексей, нельзя. Деклера есть у вас? Да. Да, есть. Нет, не хочешь. А что? Как? Макарон с писташковой. Есть. Вафли испечь можете? Можем. Ну что, вафли? А, нет. Просила колбасы купить. Исвините, пожалуйста. Ничего, я вся понимаю. Беременны? Нет. Просто долбануты. Да, пусть они слегка бесят. Но я все равно очень соскучилась по моим гостям. Добрый день. Добрый. Скажите, вы торты на поминки делаете? Здрасте. А Вера здесь? Да, но она поднялась домой за красителями. А вы? Ее подруга, Женя. Валентина, очень приятно. Вера сейчас придет. Можете подождать ее. А где я могу руки помыть? Вот там. Да, добрый день. Вы подъехали? А где вы стоите? Сейчас я вас встречу. Вам надо будет развернуться. Вера, покроулишь тут? Привет, Вера. Привет. С возвращением. Вера, давай не будем только словить связажение. Ну, получилось так, как получилось. Я ей все объясню. Обещаю. Так вы вместе? Ты за нее меня бросил? Да. А ты? Мы же были подругами. Мне было больно. Это ты первая, к кому я пришла. Надо догнать ее. Она такого... Здравствуйте. Вы Вера. Я звонил вам вчера по поводу шоколадного торта. Мы договорились с вами обсудить заказ. Извините, я сейчас не могу. Вера, оставайся. Я ее догоню и сам все объясню. Кофе? Какао, пожалуйста. Так, шоколадный торт с пропиткой из соленой карамелис и крем-чиз. Декор из ежевики и золотого кандурина. Все так? Да. Отлично. Есть небольшое, но очень важное для меня условие. Угу. Я хотел бы посмотреть, как вы будете готовить. Посмотреть? Я просто тихонько посижу на кухне. Понимаете, мне очень важно видеть, что вы готовите на чистой кухне измытых продуктов. Психиатр говорит, что это у меня небольшое расстройство. Мизофобия. Боязнь грязи и микробов. Ну, хорошо. Боязнь грязи и микробов. Верочка, добрый день. Я принесла договор. Почитай. Потом обсудим. Подпишем. Хорошо, спасибо. А кто это у тебя на кухне? Новый кондитер? А, дед. Клиент. А что он на кухне делает? Попросил посмотреть, как я готовлю. Господи. Каких только извращенцев не бывает. У меня тоже был один озабоченный. Сначала попросил посмотреть, как я готовлю. А потом я из туалета выхожу. А он мои бюстгальтеры нюхает. Красота. Красота. Витя, слушай, помоги. У меня машину украли. Ну, не украли, а вернули законному хозяину. Вообще-то она на мои деньги куплена. Это мои деньги. Я их взяла как моральную компенсацию за твою измену. Моя измена – это моральная компенсация за год жизни с тобой. Ах ты! Так, короче, сегодня вечером я ее продаю. Ну, а пока пусть она постоит в укромном месте. А ты не сможешь ее продать. Она на меня оформлена. Я власть. Я все могу. Надежда. У вас все нормально? Может, помощь какая нужна? Вам не хорошо? Что жарковато у вас? Ну, я уже почти все приготовила. Может, вам этого достаточно? Нет. Я хочу видеть весь процесс. Весь процесс. У вас повязка в муке. Да? Бывает. Спасибо. А мне нужно выйти. Нам нужно нанять нормального адвоката. Зачем? Я же сказал, что буду сам нас защищать. Я выиграю у Демида Бурикова. У тебя нет опыта. Значит, это будет мое первое победоносное дело. У меня, кстати, уже есть стратегия защиты. Что это? Кипа. Еврейский головной убор. Они, скорее всего, будут подавать в ближайший городской суд. Я проанализировал состав судей. Там 85% еврей. Если мы с Эдгаром на суде появимся в Кипах, это как бы сблизит нас с судьей и увеличит наш шанс на победу. Валь, ты идиот. Ты бы еще вам пейсы прицепил. Во-первых, никто не поверит, что у девятимесячного младенца могут быть пейсы. А во-вторых, мне пейсы не идут. Валь, ты извини, что я тебя отвлекаю. Но не мог бы ты там на кухне посидеть, пока я торт готовлю. Могу. А зачем? У меня там клиент. Странный. Он попросил посмотреть, как я готовлю, а сейчас как-то так. Навязчиво на меня смотрит и постоянно потеет. Нет, может, я нагнетаю. Не знаю. Я секунду, извини. Вера, пока не могу найти Женю. Дома ее нет, сейчас еду на студию. Может, она там. Я тебе потом позвоню. Извините. А где у вас туалет? Вон она, за забором. Так они что, прямо так и сказали, что ваша машина тут? Да. Это спутниковая сигнализация. Я ее в салоне оформила. Они по спутнику посмотрели, где она стоит. Надо же. Это значит, можно выпить, забыть, где оставил машину, а они тут же тебе и скажут. Хе, чудеса. Я сейчас вообще не пью. Добрый день. Здрасте. А у вас на стоянке моя машина. Мазда красная. Я ее забрать должна. Вот, у меня ключи. Нет. Там мужика один оставлял. Сказал никому не отдавать. Так это мой муж. Я должна ее забрать. Вы это, созвонитесь там, подтвердите, а так не отдам. Что делать, не отдают. А вы чары свои женские примените. Зайдите к нему и отвлеките. А я проберусь на парковку и на вашей машине выеду. Ну, как вы выйдете-то тут шлагбаум? Да я выбью его нахрен. Он же хлебкий. Здравствуйте опять. А у вас красиво? Да. А вы прям охранник, да? А форму вам как бы выдают? Женщина, вы заигрываете со мной, что ли? Нет. А чего хотите тогда? Ничего. Ну, не мешайте работать. Ну, че? Он, наверное, из этих его красивой женщины не интересует. Ну, поехали за Фимой. Не думаю, что Ефим Борисович в его вкусе. Да не, заберем Фиму с Сашкиной машиной. Ефим на машине проедет на парковку и провезет нас. А то этот вертухай машину-то нашу запомнил. Еще заподозрит чего. Что-то долго он в туалете. Она просто готовит. Нормально. И все. Да понятно, что нормально. А мне как раз надо, чтобы было ненормально. Что-то провокационное, скандальное. То, что зацепит зрителя. Ну, что может быть здесь провокационного? Она неплохой кондитер. Все аккуратно. Чистенько. Короче, давай, рой, копай. Снимай дальше. Ждать тебя нормальный контент. Понял? Павлович, ну, может, ты сам на территорию заедешь? Вдруг он тебя не узнает. Машина-то другая. Узнает. У меня же характерны аристократические черты лица. А потом, что тут ездить на автомате? Две педали, как на велосипеде. Не, Павлович, я боюсь. Я за рулем ни разу не сидел. Машина-то орудие убийства. Да я и не знаю, где какая педаль. Какой ты зануда, Ефим. Ну, ладно, давай я за тебя буду нажимать на педали. Мимо охранника метров десять-то проедем как-нибудь. Может, я на заднее сиденье лягу? Да он увидит и все поймет. Заводи. Давай. Я буду нажимать педали, а ты говори, когда газ, когда тормоз. Ну, давай. Жму газ. Стормоз, тормоз, тормоз, тормоз. Можно поаккуратнее? Да успокойся ты. Просто по прямой едем. Ай, ты мне на руку наступил. Я из-за вас головой ударилась. Надежда, ну извините. Парковаться хотите? Да. Надолго? На часок. Стоянка двести рублей. Заезжай. Сказ. Направо давай. Идиос, справа в какую сторону? Направо, Кирилл. Направо. Газ, газ. Тормоз, 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 тормози же. Все. Приклаковался. Надежда, надо пять минуток подождать. Вы как там? Надежда? Надежда! Ах, забыла вам представить. Это Валентин, наш младший кондистер. Очень приятно. Нandro. Островай! Здорово. уааааааааааааааа. Ой. Бейдем. А вот аплодиспорт. И ясно. Ясно. Ой. Да. Так. Валентин, мне закучились сливки. Помоги мне, пожалуйста, принести упаковку. Что я требовалась доказать? Я изваляла на балу продукты, я поливала торт. Он бы мне хоть слово сказал. Он точно маньяк. Надо как-то выгнать отсюда. Кто маньяк? Кого выгнать? Да он там сидит, на кухне. Обманом пробрался на кухню к Вере и пялится на нее. Извращенец. А ну пойдем, сынок, выкинем его отсюда. Подождите, я сейчас участковому наберу. Алло. Да, Влад. Здравствуйте, Вера Викторовна. Влад, я сейчас не могу. У меня вчера был тайный корреспондент. И скрытно снимал у меня одно шоу. Просил посмотреть, как я готовлю торт. На самом деле, пытался нарыть чего-нибудь провокационного. Ведущий нас стравливает, Вера Викторовна. Поэтому просто решил передать вам эту информацию. Понятно. Спасибо. Давай, сынок, вбей его сильнее! Давай, давай! Подождите! Отпусти его! Это корреспондент! Из кулинарного шоу, в котором я участвую. Чего? Алло, да. Вера, она мне позвонила. Вся в слезах, в истерике. Вроде пьяная. Сказала, что прыгнет сейчас с крыши твоего дома. Я уже подъезжаю. Тук-тук. Здорово. Приветствую. Приятного аппетита. Спасибо. Ну, а я, собственно, за машиной. Ага. Это че, Палыч? У меня там че, баба мертвая? Это жена моя! Твою мать! Ах вы сукиные дети! Машину решили мою ставить? Она не твоя. Она моя. Купленная за мои деньги, кулис этой общипанная. Ты как с дамой разговариваешь? Так, дед, ты не вмешивайся, а то эти колено я прострелю. Я тебе прострелю. Ты не веришь? Я тебе прострелю. Я тебе прострелю. Я тебе прострелю. Я тебе прострелю. Все. На, на. Получи. Свою машину. Деньги остальные вернешь. Выкуси. Поедемте. Виктор Павлович. Да. Садитесь. Виктор Павлович. Садитесь. Виктор Павлович. Садитесь. Виктор Павлович. Виктор Павлович. Садитесь. Мне нужно здесь стоять. Прыгнешь? Я за тобой. Да пошли. Жень, послушай. Жень. что с вашей машиной такое случилось. Садитесь. Но если куда свозить, я всегда готов. Парикмахеру там или поликлинику. Спасибо, Виктор Павлович. Возьмите. Себя покупала, мне уже не нужно. Вкусная. Спасибо. Это вам спасибо. Ну, я пойду. До свидания. До свидания. О, Вера. Я? С днем рождения. Уже седьмое. Ага. Еще один ужасный день. Ой, да ладно. Слушай, тебе же сорок исполняется. Спасибо, что напомню. Ненавижу тебя. Ну, знаешь, от любви до ненависти всего шага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok